Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Камила Татлыева. О событиях и жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. В студенты КФУ приняли участие в интеллектуальной игре «Антикоррупционный биатлон». 21 октября состоится виртуальный форум по цифровой трансформации в партнерстве с Казанским федеральным университетом. Сейчас появляются огромные массивы данных. Как в них не запутаться и выявить значимое и существенное, можно будет узнать на виртуальном форуме, который состоится 21 октября. Подробнее об этом расскажем далее. 21 октября состоится виртуальный форум по цифровой трансформации «The Digital Transformation Forum» в партнерстве с Казанским университетом. На форуме будут обсуждаться актуальные цифровые решения для образования науки в условиях пандемии. Будут попытки сделать оценки, что изменилось, как это влияет на качество образования, как нужно менять метрики образования и, самое главное, какие новые требования мы должны ставить перед цифровыми образовательными ресурсами. Основные секции форума будут посвящены ключевым направлениям Казанского университета – медицине, нефтегазовому делу, инфокоммуникационным технологиям и педагогике. Профильные ученые и специалисты, кто занимается в тех направлениях, которые близки нам, чтобы они могли виртуально поговорить с коллегами и выстроить горизонтальные цепочки. Мы очень рассчитываем, что помимо такого общего эффекта это позволит еще не только по общему направлению повысить узнаваемость нашего университета в академической среде, но также и по специальным направлениям, где мы фокусируем наши основные ресурсы. Форум будет открывать ректор Казанского университета Альшат Гафуров совместно с почетным профессором университета имени Диего Порталеса Джамилем Салми и директором по управлению знаний ТЕЧЕ Филом Бэйти. Вместе с ТЕЧЕ нам удалось пригласить самых ведущих ученых в мире, причем руководителей направлений, отвечающих за внедрение и продвижение цифровых технологий. То есть это означает, что они не только расскажут о своем видении, о своих подходах, но и для нас важно, что они попробуют ответить на те вопросы, которые есть у нас. Республика Татарстан поддерживает это мероприятие. Это и продвижение нашей республики, его ключевых игроков на тех рынках, которые нам интересны. И фактически это обеспечивает с другой стороны и продвижение в области инноваций и коммерциализации важнейших наших проектов. Кристина Надершина, Фаридзе Хитаглы, Универ Ньюз. Грипп – это острое инфекционное заболевание, которое чаще всего наблюдается в осенне-зимний период. Вызывается грипп особой разновидностью вирусов, передающихся воздушно-капельным путем. Медицина разработала немало способов для предотвращения этого заболевания, и самым эффективным из них является вакцинация или, в просторечии, прививка. Современная вакцина достаточно надежно защищает организм от гриппа. Прививка действует в 80% случаев. Быстрая и относительно безболезненная процедура позволяет избавиться от необходимости пить лекарства от гриппа и стойко переносить все его симптомы. В этом году, согласно постановлению Министерства здравоохранения России, должно быть привито 60% населения и 75% из группы риска. На сегодняшний день мы привили 7336 человек. То есть на сегодняшний день практически полностью у нас на 95% охвачены медицинские работники вакцинации. Особенно важно проходить вакцинацию людям со следующими показаниями. Возраст старше 60 лет, хронические заболевания, гипертоническая болезнь и ожирение. Ведь они более подвержены заболеванию гриппом, а не рекомендуется делать тем, у кого есть аллергия на куриный белок. Для проведения вакцинации вам необходимо обратиться к терапевту. Терапевт вас осмотрит и, учитывая ваше состояние, решит вопрос о назначении вакцинации. Делать прививку или нет – выбор каждого. Но это один из самых надежных и эффективных способов профилактики гриппа. Кристина Надершина, Ленардо Влитяров, Универа Ньюс. Образование – одна из важнейших сфер жизни человека, которую необходимо постоянно развивать. Международное сотрудничество в этой области поможет достичь наилучших результатов. Казанский федеральный университет принял участие в Международном образовательном форуме. Все подробности далее. С 1 по 2 октября Южный федеральный университет проводит второй международный научно-образовательный форум, который посвящен обсуждению миссии университетского педагогического образования в 21 веке. Форум прошел с участием Казанского федерального университета. Я думаю, что это возможность поделиться тем накопленным опытом, который у нас существует в отношении международного сотрудничества с ведущими ассоциациями мира, с университетами, занимающими токовые позиции в международных рейтингах. На тематической площадке, организованной в формате круглого стола, сотрудники Института психологии и образования КФУ обсудили возможности сделать доступным для международного пользования исследования в сфере образования. Будут сделаны доклады по поводу международных рейтингов и представлена кооперация с ведущими международными ассоциациями в области образования. Показан наш потенциал в отношении реализации сетевых научно-исследовательских проектов с университетами разных стран мира. И также будут представлены результаты исследований коллег, работающих в НОЦ педагогическое образование. Диана Шеленкова, Виолетта Басова, Универньюз. Поступить по-честному, справедливо для всех или преследовать только личную выгоду? Коррупция – настоящий социальный недуг, симптомами которого нужно бороться незамедлительно и сообща. Как это делают студенты Казанского университета? Какой ежегодный объем взяток по всему миру? В каком году был принят закон против коррупции и какие основные методы борьбы с ней? На эти и другие вопросы отвечали студенты Казанского федерального университета. На ежегодной интеллектуальной игре «Антикоррупционный биатлон». Мы формируем антикоррупционное сознание и поведение у студентов не только наших институтов, но и всего университета. То есть мы занимаемся профилактикой коррупции, чтобы у студентов не возникло желания решить какие-либо вопросы коррупционным способом. На первом этапе студенты прочитали лекции о правовых основах антикоррупционной деятельности в России и Татарстане, по итогам которых 9 команд приступили к игре. То есть там не только чисто знание нормативных документов по противодействию коррупции, но и, собственно, допустим, различные факты о борьбе с коррупцией в разных государствах. Они бывают довольно интересные, любопытные и не столь однозначные. Диана Жилинкова, Фаридзе Хитуглы, Универ Ньюс. Искусственный интеллект охватывает все больше сфер нашей жизни. Уже в каждом устройстве есть голосовой помощник. По улицам разъезжают самоуправляемые автомобили, а в домах все чаще появляются роботы-пылесосы. Подробнее о том, на что еще способен искусственный интеллект и как он работает, расскажем в нашем следующем сюжете. Искусственный интеллект – это способность машины или программы решать задачи, которые человек пока выполняет сам. Эта система устроена как наш мозг, хотя простые операции для человека. Машине делать намного сложнее, так как ей требуется огромный объем данных для обработки. Но в последние десятилетия развиваются технологии, которые позволяют это сделать быстрее. Вообще в искусственный интеллект обычно входят какие вещи? Во-первых, это распознавание, это нейронные сети, это базы знаний и принятие решений на основе этих знаний. То есть, например, вопросно-ответные системы, экспертные системы. Также это системы, позволяющие анализировать данные. Искусственный интеллект упрощает жизнь человека и берет на себя его рутинную часть. Применение новым технологиям находят не только в производственных процессах, но и в быту. Поэтому многие люди опасаются, что скоро искусственный интеллект заменят естественный. Окончательного вытеснения никогда не произойдет, потому что все-таки очень далеко еще. То есть искусственный интеллект – это технология. Не надо строить иллюзии о том, что это вот скайнет, да, или там матрица. До этого еще очень-очень далеко. И на самом деле виноваты в этом будут исключительно люди, которые будут разрабатывать что-то такое, если они решаются. А по факту искусственный интеллект – это просто как бы умный алгоритм. Назовем это так. И это еще долго так будет. Искусственный интеллект не предназначен на замену людям. Он только расширяет наши умения и возможности. Алья Гарипова, Альмир Азиаддинова, Универньюз. На этом все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. До новых встреч!